Здравствуйте, уважаемые гости музея! Меня зовут Антон Владимирович. Сегодня мы с вами поговорим о домовом мифологическом существе, хозяине русского дома. Итак, кто же такой домовой? Домовой – это дух, хозяин и покровитель дома. Он оберегает и людей, оберегает домашнее хозяйство. Все, что происходит в доме, происходит при покровительстве дедушки домового. Но дело в том, что домовым его называть было ни в коем случае нельзя. Иначе, как верили люди, домовой может сильно-сильно рассердиться, спалить дом или просто уйти из дома. И тогда в нем не будет никакой хорошей жизни. Поэтому чаще всего люди называли домового по-другому. Про него говорили так – он, тот, сам, жировик, лизун, за некоторые его житейские привычки его так прозвали, суседка, так звали домового в Сибири. Почему же так прозвали домового? Дело в том, что сотни, если не тысячи лет, он живет вместе с человеком на белом свете в его доме. Поэтому вот это соседство и получило отражение наименование домового. Домовой всегда был похож на своего хозяина. Если домовый живет у нас в доме у крестьянина, то он похож на крестьянина. Если живет в доме у рабочего, то он был похож на рабочего. Если живет в доме у мастерового, то и выглядит он точно так же, как мастеровой. Вот посмотрите наш домовой. На нем красивая рубаха-косоворотка. Видите, ворот находится сбоку, наискось, поэтому и название получается такое – рубаха-косоворотка. В руках у домового мешочек с семейным богатством, с семейным добром, потому что он оберегает все, что есть в доме, все имущество. В левой ручке у него полотенчика, потому что домовой – большой помощник хозяйки в ее заботах по дому. Чем же занимается в доме домовой? Прежде всего, он оберегает все имущество в доме и следит за тем, как живут люди. Если хозяйка начинает с хозяином ссориться, то домовой может, например, позвенеть поставце посудой. Как бы говоря, хозяйки, смотри, хозяйка, не ссорься с мужем, не то, плохо тебе будет. А еще дедушка домовой предупреждает хозяина о пожаре. Например, если хозяин плохо растапливает печку или плохо за ней следит, домовой может взять и выкинуть уголек из печи. Смотрит хозяин на пол и видит уголек. О чем же предупреждает домовой? О том, что если хозяин будет плохо следить за печью, то может произойти беда, пожар. А еще люди верили, что дедушка домовой может предсказывать человеку свою судьбу. Считалось, что домовой приходит ночью и может погладить сонных мягкой пушистой лапкой. И если в этот момент проснуться, то можно почувствовать едва заметное прикосновение. Это к добру. А если домовой погладит человека холодной, голой ладонью, то это к худу, к болезни. Также люди верили, что домовой может наваливаться человеку на грудь и душить его. Давит кто-то на грудь человеку, давит. И вот человек просыпается и спрашивает, к добру или к худу? И дедушка домовой, словно как ветер прошелестит протяжно. К добру! Или наоборот скажет, к худу! То есть к доброму или к плохому. Хорошая человека ждет или плохое. Это тоже во многом в руках дедушки домового. Вот и получается, что он не только следит за самим домом, но и может даже предсказать человеку его судьбу. Поскольку домовой похож на самого человека, точно так же, как человек может создать семью, создает ее и домовой. Жена домового это доброе существо, которое зовут доманя. Доманя большая помощница хозяйки в ее заботах по дому. Она может помочь хозяйке помыть посуду, может постирать белье, может укачать маленьких деточек. Ни в коем случае, как верили люди, нельзя обижать доманю, жену домового. Потому что тогда домовой может рассердиться и даже спалить дом. Ведь доманя настолько проста и добродушна, что никому зла не делает. От нее в доме только сплошная польза. Есть у нас хозяин дома и домовой похож на него. Есть у нас хозяйка дома и на нее похожа доманя. То, конечно, как у человека есть детки, так же есть детки и у домового. А что же это за детки домового такие? А это маленькие домовяточки. Вот посмотрите, пожалуйста. У нас маленький домовеночек повис на венике и смотрит на своих добрых родителей. Люди верили, что ни в коем случае нельзя пугать или обижать маленьких домовяток. Считается, что когда человек переселяется в новый дом, то обязательно семью домовых он должен взять с собой. Для этого существует очень-очень много разных способов. Для того, чтобы переселить домового, можно было воспользоваться лаптем. Вот мы с вами видим лапоть. Это такой вид обуви. Человек, как правило, хозяин вместе с хозяйкой, иногда с детьми, подходил к печи, кланялся и говорил Дедушка домовой, хозяюшка доманя, пожалуйте с нами в новый дом. Считалось, что домовой и доманя невидимые садятся в лопоток и следуют за своим хозяином. Если забыть взять домового, то он останется жить за печкой и будет горько-горько плакать о своем хозяине и хозяйке. А на новом месте хозяевом житья не будет. Кроме лаптя можно было воспользоваться и другими предметами. Считалось, что домового и доманю можно переселить было также в чугунке. Вот здесь мы видим чугунок. Назван он так, потому что сделан действительно из тяжелого металла чугуна. И в старину в таких чугунках варили щи да кашу. А сейчас на наших современных кухнях эти чугунки заменены на кастрюли. Домовой и доманя садились в чугунок и также вместе с хозяином отправлялись в новый дом. Обряд въезда в новое жилище назывался «влазины». Слово «влазины» говорит о постепенности этого процесса. Нельзя было просто взять и заехать в новый дом и начать там жить. Это процесс долгий и постепенный. Дело в том, что люди воспринимали дом практически как живое существо. Существовал даже старинный обычай, и он жив до сих пор, согласно которому первыми самыми жильцами нового дома, построенного, были курочка или кошечка, которых пускали вперед хозяев в дом. Почему так делали? Дело в том, что считалось, будто бы новый дом отнимает жизнь первого живого существа, которое в него войдет. А когда курочка, кошечка, петушок в дом вошли, вот следом уже ходили хозяева и заселяли домового и доманю в новый дом. Для этого лапоть или чугунок достаточно было поставить в новую печь и сказать, дедушка домовой, хозяюшка доманя, пожалуйте в новый дом. И если в доме все было хорошо, благополучно, если не было никаких бед, считалось, что домовому и доманне понравилось их новое место жительства. Продолжение следует...